ЗАБУТЬ ПРО ТЕРМОЗА ЗАБУТЬ ПРО ТЕРМОЗМОЖНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, В КОТОРЫХ ОНИ ПЛАТЯТ КОПЕЙКИ, ДА И ТО, ЕСЛИ ВЫПЛАЧИВАЮТ. Так как я считаю, что смартфон это уже неотъемлемая часть человеческой жизни, а Инстаграм это приложение номер один в мире, которое установлено практически на каждый гаджет на нашей планете. Итак, устраивайтесь поудобнее, на связи, как всегда, Евгений Филов, я начинаю. И представляю вашему вниманию ресурс Stories Gain. Уникальный сервис автоматизированной рекламы в Instagram Stories. Вся информация здесь представлена на русском языке, поэтому зачитывать я ее не стану в целях экономии вашего времени и трафика. Опускаемся в самый низ страницы, где мы сможем рассчитать примерный доход, который мы сможем получить от нашей страницы, либо же паблика в Instagram. Сейчас я нахожусь в своем аккаунте Instagram, как вы видите в моем активе 155 подписчиков, а это очень и очень мало. Копируем ссылку на него и возвращаемся на сайт. Вставляем в это поле скопированную нами ссылку и жмем по кнопке рассчитать. И как мы видим, в месяц со своей страницы я смогу получать около 100 рублей. Конечно, это очень и очень мало. И поэтому сразу давайте рассмотрим вопрос, как за самые короткие сроки раскрутить свою страницу Instagram за самую приемлемую сумму. Ну а тем временем, для тех людей, у которых небольшое количество подписчиков в Instagram, как к примеру у меня, я рекомендую проект с названием Social Booster. Как мы видим, это качественная раскрутка в социальных сетях по самым низким ценам в мире. Для регистрации, конечно же, необходимо в правой верхней части нажать по кнопке регистрации и вызвать меню для регистрации. Зарегистрироваться здесь можно при помощи таких социальных сетей, как Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. И также можно произвести регистрацию при помощи электронной почты и пароля, что я сейчас и сделаю. И после входа в свой личный кабинет, конечно же, необходимо первым делом пополнить свой баланс. Жмем под наименной кнопки, на которой написано «Пополнить баланс». Переходим на страницу «Пополнение счета». В своем случае я хочу пополнить баланс на 100 рублей. Ввожу сумму 100. В этом разделе я выбираю платежную систему FreeCasa и ввожу сумму, в моем случае это 100 рублей. Жму по кнопке «Оплатить». Перехожу на страницу «Оплаты» и выбираю ту платежную систему, при помощи которой я буду совершать платеж. В моем случае это кошелек Payr. Жму по этой вкладке. Опускаемся немного ниже и в этом поле нам необходимо указать свою рабочую почту, на которую мы получим чек об оплате. После чего жмем по кнопке «Перейти к оплате». Теперь нас переносит на страницу «Подтверждение нашего заказа». Опускаемся немного ниже и, как мы видим, сумма для оплаты у меня составляет 109 рублей. То есть комиссия на данном сервисе буквально 10%. Жмем по кнопке «Подтвердить». После чего я оказываюсь в своем личном кабинете платежной системы Payr. Выбираю счет для оплаты. В моем случае это рублевый счет. И жму по кнопке внизу слева «Подтвердить». Подтверждаю платеж. И после чего мы оказываемся на странице успешно оплаченного заказа. Жмем по кнопке «Вернуться на сайт продавца». И теперь мы можем приступить к раскрутке моей Instagram страницы. Для этого в левой верхней части жмем по кнопке «Меню». Выбираем раздел «Инстаграм». Жмем по нему. Здесь мы выбираем пункт «Меню подписчики». И теперь нам необходимо на сумму 100 рублей купить себе подписчиков. Вначале нам необходимо выбрать пакет. В моем случае это подписки высокого качества с лимитом в 10 тысяч. Как мы видим, цена одной подписки составляет 65 копеек. Вводим необходимое количество подписчиков. Сумма будет здесь рассчитываться автоматически. В это поле мы вставляем ссылку на наш Instagram канал, либо же паблик. Опускаемся немного ниже и жмем по кнопке «Заказать». И как мы видим, мой заказ успешно зарегистрирован и отправлен в работу. Теперь только осталось дождаться прилива подписчиков на мой Instagram канал. А тем временем я продолжаю рассказывать о ресурсе, который называется «Stories Gain». То есть, как на нем зарабатывать при помощи смартфона в соцсети Instagram. Так что не переключайтесь, оставайтесь на связи. Я продолжаю. И перед тем, как я начну обзор данного проекта, давайте перейдем на мою страницу Instagram и посмотрим количество подписок. Как вы видите, буквально минут за 20 она выросла вдвое. Также отмечаю тот факт, что видеозапись я поставил на паузу. Прошло буквально сутки, в течение которых ни один подписчик не отказался от своей подписки. То есть, тот проект, при помощи которого можно раскручивать свои соцсети, действительно оказался эффективным. Ссылку на него вы найдете в описании под этим видеообзором. Теперь я снова на сайте Stories Game жму по кнопке «Регистрация» и вызываю меню для регистрации. Сразу хочу акцентировать ваше внимание на одной детали. Если вы хотите работать на смартфоне, то зарегистрируйтесь как блогер. Если вам удобнее работать с компьютера, то поставьте ползунок напротив «Я рекламодатель». После регистрации в своем личном кабинете вы сможете сменить данный статус. Введите сюда вашу рабочую почту, на которую вы получите код для активации своего аккаунта. После чего вы сразу пройдете регистрацию и выполните вход в свой личный кабинет. Для повторного входа необходимо выполнять точно такие же действия. Так как я новичок в данном проекте и чувствую себя здесь как девочка на первом свидании, не знаю за что хвататься. Поэтому я хочу передать слово своему коллеге, который уже на протяжении длительного времени изучает данный проект. И сейчас он вам в мельчайших подробностях расскажет о тонкостях работы с данным ресурсом. Итак, оставайтесь на связи, я продолжаю. История с гейн. Как зарабатывать деньги, если вы блогер. То есть как зарабатывать, что нужно делать для заработка. В общем, смотрите, если вы хотите зарабатывать в данном сервисе, вам нужно будет добавить сюда свой аккаунт, с которого или аккаунты, с которых вы будете размещать рекламные кампании. Следовательно, если вы в сервисе еще не зарегистрируетесь, ниже вас ждет ссылочка, нажимаете на нее, регистрируетесь. И вы подаете вот в такой аккаунт, вот в такой раздел, личный, короче, кабинет. В первом поле, который называется «Мои аккаунты», нам нужно добавить сюда Instagram аккаунт. Сделать это очень просто. Вы, неважно, используете вы мобильное приложение, либо используете компьютерную версию. В мобильном приложении все то же самое. То есть вам надо будет скачать приложение, привязать аккаунт, после чего вы получаете запрос на рекламу, размещаете рекламу, получаете деньги. То есть я сделаю тот же самый процесс, только именно с компьютера. То есть мы нажимаем на «Добавить аккаунт», вы пишете здесь имя своего аккаунта, то есть юзер ID. Вы добавляете сюда аккаунт и указываете ему категорию, то есть ту категорию, к которой ваш аккаунт подходит. То есть животные, семья, путешествие, знаменитость, фотографы, личные странички, блоги, СМИ, либо что-то другое. Я добавил свой аккаунт. После чего, как только ваш аккаунт проходит модерацию, то есть вы добавляете аккаунт, сервис вам говорит, что вам нужно отправить в Директ. Определенный код, и здесь будет стоять ссылка на инстаграм аккаунт. Вы отправляете в Директ сообщение, и вам прилетает уведомлялка, что ваш аккаунт добавлен. Давайте я сейчас еще раз покажу этот процесс. Выбираю, к примеру, бизнес, нажимаю «Добавить». Появляется вот такое сообщение. То есть мне говорят, что я должен открыть инстаграм профиль sgwelcome, то есть stories game welcome. Мне нужно добавить этот аккаунт в друзья, и отправить в Директ вот это сообщение. Соответственно, 21397. Я отправляю это сообщение, после чего моментально происходит считывание, но получается ботом сообщение, что я его отправил, и мой аккаунт становится как активен. После чего идет небольшой процесс подсчета анализа аккаунта. И если все хорошо, а преимущественно всегда все хорошо считается количество подписчиков, указывается рекомендованная цена, которую вы можете указать за размещение рекламных кампаний, то есть на которую вы согласны. И рекомендованная цена, на которую оценивает сервис, сколько может стоить реклама в вашем сервисе. А текущая – это та, которую вы устанавливаете сами себе. То есть вы, допустим, нажимаете на «Подробнее», и вот здесь в поле выставляете, какую цену вы хотите установить. Что здесь важно понимать, смотрите, если я сейчас открою раздел с точки зрения рекламодателя и нажму на список блогеров, то рекламодатель, когда будет оценивать ваш профиль, он всю эту информацию видит. То есть вот все список блогеров, мы можем их поискать по тематике, по разным тематикам. В моем случае эта тематика была указана как «Бизнес». Можно сортировать по количеству подписчиков, то есть если у вас, допустим, нет больших бюджетов, вы хотите работать с маленькими блогерами и прочее, то есть вы фильтруете, что вам необходимо. Следовательно, любой заказчик рекламы может открыть ваш профиль и увидеть все то же самое. То есть в моем случае аналитики не так много, потому что я этот аккаунт не развиваю, он у меня больше для того, чтобы демонстрировать, как работают сервисы. Но в данном случае, допустим, вот смотрите, есть профиль «Штепс», Сергей Штепс, какой-то развлекательного характера, какой-то пранкер. Следовательно, идет оценка аккаунта, сейчас вам покажу, еще раз обратно. То есть есть рекомендованная цена, да, рекомендованная цена – это ту цену, которую нам показывает сервис, что мы можем запросить эту стоимость. То есть в данном случае рекомендованная цена для размещения в этом аккаунте 53 тысячи, но сам блогер установил себе цену 25 тысяч рублей. Есть такие показатели, как количество сториз в день, есть показатель, как качество аккаунта, есть показатель, как стоимость за тысячу просмотров рекламы. То есть если мы размещаемся вот в этом профиле, как рекламодатели, то мы получим какой-то определенный охват, и он оценивается примерно, что каждая тысяча просмотренных реклам, одна тысяча просмотров рекламы будет нам стоить примерно 20 рублей. И, соответственно, исходя из вот этой суммы, формируется вот эта сумма. Ну, в общем-то, не знаю, насколько я это внятно-невнятно объяснил. То есть заключается в том, что вы добавляете свой профиль сюда, рекламодатель, когда вас находит, он может у вас заказать прямую рекламу. Следовательно, вам прилетает сообщение в моей компании, то есть, смотрите, совсем скоро вы должны получить свой первый запрос. Если это не произошло, попробуйте снизить цену рекламы в настройках вашего аккаунта. Я в своем случае поставил 5 тысяч рублей, чтобы мне не прилетала реклама. Да, то есть теперь я не хочу, чтобы мне прилетали рекламные объявления, и чтобы я их размещал, я нажимаю просто на «Деактивировать». И с этого момента мой аккаунт в системе больше не виден. Следовательно, что здесь нужно понимать? Сейчас это небольшой инсайд от основателей компании, напрямую общаемся. Можно будет зарабатывать деньги не только размещая саму рекламную компанию. То есть не только рекламодатели будут искать вас для того, чтобы размещать рекламную компанию. Будут дополнительные штуки, плюшки, которые можно будет делать в рамках данного сервиса. И это будет приносить деньги всем блогерам, которые находятся в данном сервисе. Поэтому обязательно регистрируйтесь по ссылке, которую вы видите под этим видео. После того, как вы добавите свой аккаунт сюда, будут появляться рекламодатели, вам будут перелетать запросы на размещение рекламных компаний. И сейчас сразу же отвечу на ваш вопрос, что делать, если, допустим, вы захотите разместить рекламу, и вам нужно будет поставить ссылку, к примеру, в истории, в истории. Но вы не можете этого сделать по какой-то причине. То есть у вас, допустим, не ставятся ссылки, потому что у вас нету там 10 тысяч подписчиков. Что в этом плане можно будет сделать? На самом деле все делается очень просто. Вы открываете свой аккаунт Инстаграма, вы открываете свой аккаунт Инстаграма, ставите ссылку себе как ссылку на сайт. И при этом, когда вы делаете размещение истории, вы в самой истории вот таким образом через хэштег, через хэштег вставляете ссылку на свой профиль. Вот таким образом. И человек, просматривая историю, сможет нажать на профиль, у него откроется ваш профиль, и он сможет нажать на ссылку. Вот используйте этот лайфхак, если у вас не прокачанный профиль. То есть если у вас нету большого количества подписчиков, и вы не можете по прямой ссылке размещать в ваших историях. После того, как вы размещаете рекламные кампании, у вас появляется статистика по вашему заработку. Соответственно, что была размещена какая-то реклама, по ней было название, оффер это название рекламы, которую вы разместили. По ней были определенное количество переходов. Соответственно, были какие-то конверсии, то есть были клики, заявки, обращения. Соответственно, начислена определенная сумма. То есть сколько вам должны... Холд это удержание суммы. То есть вы, допустим, сделали рекламную кампанию, ну допустим, на регистрацию на какой-нибудь курс. Но возьмем такую вот ситуацию выдуманную. У вас перешло 10 человек, 10 человек зарегистрировалось, из них 4 человека оставили заявку на курс. Соответственно, у вас есть холд, который стоит как 4 заявки. И если эти люди действительно оплачивают стоимость курса, эти деньги переходят в статус зачисленный. Если они не оплачивают, то, соответственно, холд сгорает. То есть, ну просто не произошло целевого действия. Иными словами, в общем-то, посмотрите по тому, как будут, в общем, возникать вопросы. Компания Stories Game, она выходит на связь, она отвечает на все эти обращения. Вы сможете к ним обращаться. Сейчас я еще покажу, как это сделать. Следующее. В разделе финансы вы видите ваш текущий баланс. То есть, насколько вы пополняли кошелек, сколько вы заработали денег. Соответственно, вы можете пополнить кошелек, можете вывести кошелек. То есть, вывести ваши деньги. Вывод идет на банковские карты, телефоны, вебмани, Яндекс.Деньги, Киви.Валид. Киви кошелек. Возможно, когда вы будете смотреть это видео, будут добавлены какие-то другие элементы. Но суть остается простая. Вы можете пополнять свой кошелек. Личный кабинет. Можете выводить деньги из личного кабинета. Обязательно, на всякий случай, рекомендую настоятельно читать новости. Потому что добавляются много полезных функций и объясняют, как пользоваться самим сервисом. Есть техподдержка, в которой вы можете писать тикеты. То есть, вы пишете тикет, что у вас есть какая-то проблема. Допустим, с рекламодателем или с кем-то еще. Вы пишете это и нажимаете на отправить сообщение. Палью небольшой лайфхак. Если вам нужен более быстрый ответ, ставите галочку на рекламодатель. У вас появляется чат. И вы пишете о своей проблеме в чат. То есть, находятся операторы, которые быстрее отвечают. И они тот же самый тикет от вас могут принять и решить какой-то вопрос максимально быстро. В целом, с точки зрения заработка это все. Что я вам рекомендую делать, если у вас маленький аккаунт. И вы действительно хотите зарабатывать именно в рамках инстаграма. Да, с помощью данной биржи. Размещайте рекламные кампании от рекламодателей. После чего находите блогеров, которые похожи на вас. То есть, допустим, по тематике, к примеру, бизнес. У которых, допустим, недорогая реклама. Цена рекламы, к примеру, не знаю, там 50-150 рублей. Давайте представим. Вот, смотрите. То есть, если вам необходимо прокачивать свой профиль. И вы пока, допустим, не зарабатываете больших денег в рамках Stories Gain. Вы заработанные деньги тратьте обратно в сервис на покупку рекламы других блогеров. Тем самым, вы будете переливать себе часть трафика от этих пользователей в свой аккаунт. Тем самым, ваша реклама будет постоянно становиться дороже, дороже, дороже. И вы будете расти в рамках, получается, сервиса, наращивать свой аккаунт. И при этом для вас это фактически будет бесплатно. То есть, вы рекламу вписываете в какой-то свой контент-план. То есть, вы понимаете, вам пришел запрос на рекламу. Вы ее разместили. Соответственно, там пару дней ничего не делаете. Потом покупаете рекламу. К вам пришел новый перток трафика. Вы у себя увеличили цену. И таким образом, постепенно-постепенно выйдете на необходимую для вас аудиторию. То есть, там 10 тысяч подписчиков, 20, 30, 40, 50 и прочее. И в таком случае для вас сервис становится фактически бесплатным способом прокачки своего личного аккаунта. И опять же, никто не запрещает вам качать несколько аккаунтов. То есть, по всем тематикам, которые у вас есть. И, пожалуй, на этом я буду завершать данный видеообзор. Благодарю за его просмотр. С вами, как всегда, был комментатор Евгений Филов. Подписывайтесь на канал. Желаю всем добра и бабла. До новых видео встреч. Субтитры сделал DimaTorzok